Девочка-пай 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 Морозка и история трех поросят Друзья, длинные выходные нас ожидают, праздничный уикенд. Поэтому я думаю, что вы с удовольствием проведёте это время со своими детками. Но это ещё не всё. Кто-то сегодня обязательно уйдёт вот с таким вот подарком. Можно я? Нет, нельзя. Что ж такое? Только для наших телезрителей эксклюзивно. Это пакет, в котором есть пирожные, друзья, которых хватит, мне кажется, на всю семью. Инна Максима. Огромное количество штруделей. Вот все доставать не буду. Пусть тот, кто выиграет, удивится. И это ещё не всё. В этом пакете очень много всего классного. Так, хорошо. Значит, рассказали мы про вопрос. Рассказали про подарки. Рассказали про звонок. Ничего не забыли? Не знаю. А, точно. Вспомнила про тех людей, у которых есть бизнес. И которому, допустим, до года этому бизнесу, если вы занимаетесь стартапом. Если вы только развиваете свой бизнес, то мы готовы вам помочь. Всё просто. Мы разыгрываем огромнейший, мне кажется, что пакет для рекламы. Для размещения рекламы. Который вы сможете разместить нашу рекламу на наших ресурсах. Всё просто. Вам нужно снять утро вашего бизнеса. Во-первых, эти видео, которые вы снимете о том, как начинается ваш день. Возможно, планёрка. Возможно, вы завтракаете. Возможно, у вас есть какая-то кричалка. В общем, командная какая-то игра. Всё, что угодно. Вы снимаете короткий ролик. Скидываете его в нашу группу ВКонтакте. В личные сообщения. Можно даже на телефон снимать. Экспертная комиссия всё это смотрит. И самые классные ролики мы, конечно же, покажем в эфире утреннего шоу «Разбудильник». Вот так. В общем, это очень круто. Но это только начало. Дальше победитель, конечно же, получит. Мне кажется, что очень много чего интересного. Так, ну всё. Все явки и пароли выданы. Девятая студия. Давайте начинать. Да, друзья. Сегодня начинается, мне кажется, что уже такая особенная подготовка к 8 марта. Уже началась, да. Ты чувствуешь, что уже мужчины... Чувствую, как деньги улетают из наших кошельков на подарки нашим любимым дамам. Мужчины начинают уже выбирать подарки. Но знаете ли вы, что если вы, например, сами будете составлять букеты, цветы же будете Максим дарить своим вторым половинкам? Я подумаю над этим. Конечно же, будет приятнее в войне, если этот букет будет собран вашими руками мужчины. Как это сделать, мы сейчас расскажем. Ну что, дамы и господа, всем добрый вечер. В преддверии 8 марта мы решили заехать к профессионалам. Собственно, куда как не в мир цветов. Потому что сегодня у нас стоит, так сказать, замечательная и серьезная задача. Составить необычный букет к 8 марта. Нужно с душой подойти к этому всему обстоятельно. В преддверии праздника у нас большое поступление. Оно будет ежедневное. Что немаловажно, это будут классические розы, предвестники весны, конечно же, тюльпаны. И много-много экзотических цветов, таких как орхидеи, гиацинты, анимоны. И много-много всего интересного. Поэтому обязательно ждем вас в гости. Так, давайте для начала. Какие же у нас здесь есть ингредиенты нашего сегодняшнего букета? Во-первых, это тюльпан. Тюльпан наш местный. Производство компании Мир Цветов, то есть выращено по гаванским технологиям. Такой тюльпан мы уже выращиваем не первый год. Это лет 5 мы уже выращиваем. Рассветка тюльпанов разная. На сегодняшний момент мы возьмем желтый тюльпан. Конечно же, это редкий сорт розы пинка-хара. Не удивляемся, что данная роза без листвы. Потому что это пинка-хара, пеновидная роза, которая будет раскрываться, и она в действительности всегда без листвы. Редкий сорт пинка-хара, он будет раскрываться, и он будет напоминать пион. Также возьмем для букета мы кустовую розу, что добавит нам изюминки букета. Также мы возьмем антириньум, или в простонародье еще называется, что зимой для нас это редкость и удивительный цветок, который мы используем в букетах. Мы составляем с вами сейчас некий ансамбль, который будет в процессе стойкости в Азии. Он будет раскрываться, петь и... Играть новыми цветами. Да. Отлично. Вот это вот то, что надо нам. И, конечно же, это у нас весенний цветок, это гиацинт. То есть нельзя представить ни один букет, наверное, весной, тем более на 8 марта, это без тюльпанов и гиацинтов. Возьмем за основу каркас, наше сердечко, которое сплетено мы как раз из веточек березы. Дополним, конечно, букетик веточками зелени. Использовать будем розочки, да. Не забываем, конечно, мы про ароматные гиацинты. Мы сейчас сюда скомбинируем наши тюльпанчики, чтобы они весну нам напоминали. Сейчас в тренде как раз разноуровнялась букетов, и поэтому мы собираем достаточно такую легкую форму букета, которая нам рассказывает как раз о том, что у нас наступает весна. Поэтому и букеты весенние мы собираем как можно более разноуровненными для того, чтобы показать вот этот вегетативный стиль для цветка. Ну, такой букетик у нас получился. Достаточно весенний. Подрезаем. И вот такой букетик у нас готов. Ой, а пахнет-то как. Ой, все пахнет. Ой, все пахнет просто невообразимо. Вот с таким букетом не стыдно заявиться домой, скажу я вам. Каждый элемент вот этого цветочного ансамбля говорит нам о том, что весна, она уже, знаете, ну, практически на носу. В этом как раз и есть сила мастерства, когда сделан правильный букет, то есть он должен стоять и радоваться. Но не просто для каждого обычного человека, поэтому мы зовем гостей мир цветов за красивыми и стильными букетами. Ну что, дамы и господа, вот такая вот красота получилась по итогу сегодняшнего небольшого такого мастер-класса. Вот так, на одной руке создать вот такую красоту, это умеют только мастера, профессионалы. Мы изо всех сил призываем 8 марта. Один из самых первых и главных праздников весны – это женский день. И вот с помощью вот такой красоты, почему бы нам его не призывать, ну и всем доброго вечера. Любите друг друга. Мужчины, берите на заметку, потому что такие стильные, классные букеты действительно порадуют девушек. Я смотрела, улыбалась. Мне действительно это приносило большое-большое удовольствие. Запомнили, какие букеты нравятся Алёне Емельиной? Дерзайте! Ну что, друзья, у нас сегодня много подарков, и я напоминаю, что тот, кто позвонит по телефону 35-1404, сразу получит от меня подарок. Первым, да. Вот мы решили сегодня быть добрыми, щедрыми и так далее. Разыграем что-нибудь. Пожалуйста, звоните нам сегодня, рассказывайте о своих чудесах, которые происходили у вас. Также можно написать в группе ВКонтакте «Дзвятка ТВ Киров». Вот так. Ну что, прямо сейчас узнаем, какие же чудеса происходили с нашим коллегой Николаем Захарченко. Он уже у нас на связи. Вот он, в телефоне залип, но ничего страшного, молодежь, ничего такая. Мне кажется, он заказывает просто букет уже. Или роллы. Ну, букет, букет, мы только что сюжет провели. Ну, кстати, роллы тоже неплохой подарок на 8 марта. К букету, будьте добры. К букету, конечно же, к букету. Хорошо. И к серьгам, да. Николай, чудеса с тобой происходили? Конечно, много раз всякие разные. То есть, больше такие, ну, как ты говоришь, чудом что-то произошло. Вот так. Ну, например. Был случай, я как-то, связанный с поездом, я как-то шел на поезд и перепутал время отъезда. В Санкт-Петербурге это было, по-моему, да. И иду такой спокойно себе с сумками, вот, а поезд уже уезжает. А у меня часть сумок надо отнести туда людям, которые сами идут. А мои сумки еще в камере хранения. А вагон у меня первый. Первый от края, от начала. От хвоста. Да. И, в общем, я очень быстро сбегал в одну сторону, сбегал в другую сторону. Взял свои сумки. У меня еще сумок так много оказалось. В общем, бежал, 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 бежал. Уже все, белое в глаза. Где-то в Нижнем Новгороде, да? Догнал. Вот. Было, в общем, странно. Я забежал в какой-то вагон, который смог забежать. И минут, наверное, 20 не мог просто идти, потому что ноги свело очень сильно. Но чудом успел уехать на поезд, сесть на поезд и уехать домой. Ну, интересная история. Это было, правда, чудо, честно скажу. Да, вот это да. Хорошо. Ну что, Николай Чудотворец, рассказывай, какие у нас сегодня будут интересные виды, новости. Что, объявления? Твиты. Ух ты. Твиты. Мои любимые твиты. Свежие прямо. Свежие. С пылу с жару. Готовы? Давай, поехали. Итак, надеюсь, при глобализации победят китайцы, чтобы люди, учившие английский, оказались на моем уровне беспомощности. Забирайте. Это люди, которые учили, не учили английский, скажем так. Да учили, просто китайский. Ну, потому что, вот я тоже, сколько я в школе отучился, там, я знаю за London, the capital of Great Britain. Hello, goodbye, a pencil. Считай, что ты это не знаешь. One potato. Потому что то, как ты произносишь. Ну, нет, произношение у нас не учили. Нас пытались, ребята, хотя бы вот просто слова. Хотя бы поздоровайтесь. Да. Вот, чтобы можно было не напугать иностранцев. Китайцев. Ну, здорово, чувачок. Вот это вот. Знаменитое российское приветствие. Давай следующий. Знаменитое российское приветствие. Тагил. Ну, это в Тагиле больше. Ладно, идем дальше. Это у Нью-Зимфиры с текстами что-то не так. Это вам больше не 15 лет. Кстати, ребята. Спасибо, что напомнил. Кстати, у него недавно же я вышел. Во-первых, у него вышел альбом. Во-вторых, я послушала у него, прости меня, мой альбом. Буквально вчера случайно услышала. Вы знаете, для меня был новый смысл. Мне, похоже, 15. Нет, как раз тебе уже больше 15. 16. Да, 16. 16 же новые смыслы песен Зимфиры раскрываются. Да, вы сейчас послушайте первый альбом Зимфиры. Интересно очень будет ощущение. Я думаю, что любые песни послушайте вот сейчас, которые были в ваше время. Очень много интересного откроете. Да, идем дальше. Давай. Идея приложения для оплаты. Каждый раз, когда расплачиваешься, из телефона раздается крик, мучительный боли твоего банковского счета. А потом еще какое-то время на слышны всхлип. Ну, чтобы не пик, а типа... И потом идешь, и он ноет. Да, ты что сделал-то? Купил себе эту кофту дурацкую, да? Я хочу так, я хочу так. А то, знаете, такое оно приятное. Ну вот прямо, когда вы что-то... Особенно, когда покупаете какую-то бытовую технику, или что-то еще, вы приходите в магазин и делаете такой... И все. Ну, типа, и нет у вас там большой суммы денег какой-то. Я бы другой звук сделал. Звук своей девушки. Вот знаешь, когда оплачиваешь что-то, какой-нибудь фастфуд, и там звук девушки... Цок, а не такой, да? Это тренер должен так делать. Не у всех максимум девушки. Нет, это... Нет, это... Должны быть часы с фитнес-браслет, которые еще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И еще только компьютерические. Прекрати. Ну что? Давай дальше. Моя бабушка меняет варежки, как перчатки. Каламбур. Каламбур, каламбур, да-да-да. Вот такой вот, если вдруг такой же человек. Моя бабушка вяжет, как хурма, да, вот это тоже. Да, да. Из этой же серии. Это все из этого, что... Каламбуры, каламбуры. Каламбуры первого уровня, вот еще, если не помните. Спасибо, мы помним. Школа каламбуров Николая Захарская. Николай, когда же уже экзамен, ты первый выпускный. Скоро, скоро уже будут. Скоро отчетный концерт. Спасибо. Итак, последнее, социальное, простите. Если в России тебя просят улыбнуться, помахать рукой и сказать, как тебя зовут, то, скорее всего, у тебя инсульт. Вот так, друзья. А не программа розыгрыш. А мне смешно. Весело же. Мне весело, да? Весело. Хорошо. Ну что, Николай, спасибо тебе большое. Удачного вечера. Спасибо. Все пройдет, как по маслу, и случится какое-нибудь чудо. Ну, а мы двигаемся дальше. И, друзья, продолжаем нашу тему, конечно же, подготовки к 8 марта. И знаете, что больше всего после цветов любят девочки. Что же, они обожают эти огромное количество различных косметических средств. Баночек и так далее. Или скрабики. В общем, все, что нам необходимо для нашей красоты. Если честно, я вот не знаю, большая поклонница. У меня огромное количество. Но как выбрать правильные, во-первых, я не знаю. А вот расскажет Юлия Руш. Этими баночками и флакончиками с различными средствами по уходу мы напоминаем вам, что до самого главного женского праздника года остаются считанные дни. Сегодня мы как раз поговорим о том, что будет угодно душе каждой девушки. Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о красоте, об удовольствии, о том, что хочет женщина прежде всего, что будет радовать душу женщины. Это удовольствие от собственной красоты. И чтобы красота приносила удовольствие, нужно выбирать качественное средство по уходу. В душе угодно вас ждут уникальные для нашего города продукты. Это локальные российские бренды с авторскими технологиями. И насколько я понимаю, все, что здесь находится, можно взять на разлив. Любой продукт вы можете взять на развес от 50 грамм либо от 50 миллилитров. Согласитесь, это удобно не переплачивать за упаковку, а прийти с собственной тарой за нужным средством. Либо взять совсем немного, чтобы попробовать и прочувствовать. В магазине представлено достаточное количество тар разного размера. Если вдруг у вас не найдется своей, то здесь вы точно подберете нужную. Вся тара здесь новая, чистая и безопасная, а также имеет сертификат. Для каждого у нас найдется свое уникальное предложение. Давайте про них расскажем. Давайте. Бомбический продукт в нашем магазине, единственный продукт не растительного, а животного происхождения – это кератиновая смола. Это уникальное средство для реконструкции структуры волос. Эту процедуру можно проводить не в салоне, а можно проводить дома. Прям вообще… Это белок из овечьей шерсти. Не ожидала. Структурный белок. Овечьей шерсти является самым родственным волосом, близким к человеческому. Именно овечьей шерсти. Поэтому это белок из овечьей шерсти. Вот прекрасный подарочный набор, готовый со смолой. Может наноситься неограниченное количество раз, не дает никакого дымного эффекта, если кто-то там понимает, допустим, либо думает о каком-то кератиновом распрямлении. Нет. Мы только говорим о восстановлении структуры волос. Кроме этого, в «Душе угодно» представлен широкий ассортимент бессульфатных шампуней, богатый выбор кондиционеров для волос, различных масел, спреев и даже скрабов для кожи головы. Скраб для кожи головы – это идеальное уходовое средство для роста волос, против выпадения волос. Когда есть перхоть, и вообще скраб для кожи головы учит правильно мыть голову. Помимо качественных средств, направленных на конкретные зоны, в «Душе угодно» есть и универсальное средство. Универсальное мыло. Может использоваться как гель для душа, как средство для интимной гигиены, как средство для снятия макияжа и даже как шампунь. Что особенно актуально для мужчин, которые любят помыться одним средством полностью. Для женщин, конечно, актуально не меньше, ведь универсальный мыло обладает полезными свойствами. А как это красиво! Вот золотое мыло содержит эфирное масло, розы и мед. Прекрасно увлажняет кожу, прекрасно смывает макияж. А если использовать как шампунь, то дает какой-то нереальный объем волосам. Бронзовое мыло с таким нереальным запахом корицы, легким разогревающим эффектом для любителей банных процедур. И черное мыло – это незаменимый продукт для подростков с повышенной жирностью кожи головы и с проблемами акне, которое используется для умывания и в качестве шампуня. Именно в подростковом периоде. Здесь эфирное масло эвкалипта, которое является и антисептиком, и подсушивающим свойством обладает. И, конечно, нельзя не показать расческу, но не простую, а для мытья головы. Классная такая расческа для мытья головы. То есть вы вспенили шампунь, нанесли его на голову и дальше прорабатываете этой расческой, что позволяет вам потом получить нереальный объем волос без укладочных средств. Помимо всего этого, в душе угодно вас будет ждать коллекция из 20 видов массажных масел, как для профессиональной работы, так и для домашних процедур. У нас есть настоящего кокосового масла, натурального, производимого здесь в России. Из необработанного сырья два вида. Рафинированное кокосовое масло и масло первого холодного отжима, которое может применяться и в пищу, и как ранозаживляющее средство, как защитное средство в наших непростых погодных условиях, и как солнцезащитное средство, потому что имеет природный СПФ-8. А какое удовольствие знать, что у вас просто неограниченный выбор, потому что у нас только скрабов 28 видов. Сахарные, солевые, для лица, для рук, для ног отдельно. Это ж просто все на развес. Солевые скрабы помогают избавиться от отечности и признаков целлюлита. Сахарные скрабы успокаивают и деликатно очищают чувствительную кожу. А гелевые скрабы выравнивают кожу и улучшают ее цвет. Также здесь есть продукция от алтайских производителей и мочалки с натуральным органическим мылом сразу внутри. Есть натуральная ламинария с Северного моря и многое-многое другое. Если вы боитесь чего-то, беспокоитесь, что вам не подойдет, вы всегда можете взять маленькую тару и испробовать хоть весь магазин и хоть все, что вашей душе угодно. Ох, так и захотелось сегодня вечером, знаете ли, принять ванну, скрабами себе намазать. Ох, как я это все люблю. Да, Господи, помылся, одним полотенцем вытерся и пошел дальше. Ну что, друзья, у нас прямо сейчас есть звоночек в девятую студию. Алло, здравствуйте. Ой, сорвался звоночек, кажется. Звоните, друзья. Так, почему не подсекаете, друзья? Мы сегодня дарим вам подарки даже за звонок, поэтому если хотите стопроцентный подарок, то нужно позвонить, но не гудками, а сказать что-то словами. Так, в следующий раз, кто там у нас отвечает за телефон? Как только клюнет, подсекай сразу же. Все, ну тогда раз уж. Пока читаем комментарии. Да, давай напомним тему. Группа ВКонтакте Девятка ТВ Киров, заходите туда комментарии, тогда пишите, тема у нас сегодня, а возможно, какое чудо с вами происходилось, так как сегодня день ожидания чуда. Что необычного было с вами? Да, давайте почитаем, что происходило необычного с нашими кировчанами. Максим Хакимов как-то вышел на полянку полную грибов, как в мультфильме. Я, кстати, у меня такая история была. Я тоже как-то вышел на полянку и столько грибов. Там была, правда, змея, поэтому я так грибов и не собрал. Особо-то. Зато увидел. Андрей Бирюков, добрый вечер. У меня чудес не бывает. Все стандартно и по-настоящему. По инструкции, да? Ну, тогда рассказывайте, что бывает хорошего просто. Потому что я понимаю, что многие не думают, что это прям чудо какое-то. Нормальная ситуация. Грибы на поляне. Вячеслав Бояринцев. Вот такие чудеса я наблюдал. В ожидании чудо. И тут целое стихотворение, друзья. Читать его не буду. Она очень красивая. Но длинная. И мне кажется, что каждый должен его прочитать для того, чтобы оно у него в душе было. Чтобы усвоить, устаканить его в себе. Все верно. Алена. Так жалко Максима. Каждый раз он с тоской смотрит на приз. Подари ему пакетик с подарком. И будет ему счастье. У него Максима день рождения прошло. Подарок у него уже был. Эти подарки для наших телезрителей. Спасибо вам, что переживаете за меня. Тебя жалеет, Максим. Михаил Погодин. Добрый вечер. Самое необыкновенное чудо, что 39 лет назад я встретил свою половинку. Вместе идем по жизни и любим друг друга. Это чудо. И фотография прикладывается. Это здорово. Давайте поставим все лайки. Вот зайдем и сделаем действительно какое-то чудо чудное. Таля Савиных. Из недавних чудес уехали в прошлом году на операцию с дочкой в другой город. Госпитализировались. На следующий день должен быть как консилиум врачей. И они должны были рассказать, как будет происходить операция. Я пошла в магазин купить передачу ребенку. При выходе ко мне подошла цыганка. Посмотрела на меня и приготовилась от нее отбиваться. Но она просто сказала, ждет тебя хорошая новость. И ушла. На следующий день врач сказал, что операций пока не будет. Это хорошая или плохая была новость? Это хорошая, потому что, видите, я, видимо... Я просто сейчас пытаюсь понять, наврала цыганка или нет. Верить цыганам или нет? Что, видимо, все хорошо. Хорошо, давай продолжать. Операция не потребовалась. Действительно, такое бывает. И, знаете, не надо всегда настороженно воспринимать это. Еще врачей не будет здесь. И цыган. И цыган, как оказалось. Но цыган я опасаюсь. Максим, у нас есть звонок. Алло, доброго вечера. Доброго вечера. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. А фамилия Бояринцев? Нет, не Бояринцев. Это Михаил Глазков. О-о-о! Вас радует. Миша, родной, давненько не слышались. Как дела? Да все хорошо. Все хорошо. Как вечер проводите? Так, просто вот домой приехал сейчас с работы и решил позвонить вам. И на Эпире услышал, что вы разогреваете подарочек какой-то. Да, 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 да. Это корыстный звонок. Я не разогревал. Михаил, чтобы получить от нас подарок, нужно рассказать, какие же чудеса случались в вашей жизни. Ну, чудеса. Чудес было много, а самое запоминающееся, как я только первый раз вам позвонил и выиграл сковороду. Ну, либо там кастрюли, что ли, там. Ух ты. Ну, это, скорее всего, вы звонили на радио Ване. Да, на радио Ване, вот. А не в девятую студию. Но у нас тут тоже подарки, знаете ли, не хуже. Вот это здорово. Я рада, что это для вас настоящее чудо, когда вы получаете подарок. Есть ли кому-то передать привет и поздравления? Возможно, уже с наступающим 8 марта нужно кого-то поздравить заранее. Ну, во-первых, с 8 марта поздравляю свою маму. Желаю ей здоровья, крепкого счастья и благополучия. И свою сестру тоже поздравляю тоже с 8 марта. Тоже желаю ей счастья, здоровья, безмерной любви. Подарки приготовили уже? Да, конечно. Разумеется. Это здорово. Мы тоже решили для вас небольшой подарок приготовить. Выбирайте сейчас свободную для вас дату. 6 или 7 марта. Когда вы посвободнее? Да. 6-го давайте. Хорошо, 6-го марта, а у нас есть два билетика, вы идете на Морозко в Театр Кукол. Надеюсь, что есть с кем сходить, говорят даже взрослым. Там действительно потрясающе, настоящее чудо происходит. Поэтому этот подарок, Михаил, для вас. Спасибо вам большое за ваши чудеса. Спасибо за звонок, ну а мы продолжаем читать комментарии. Да, есть еще комментарии. А регулярно нахожу четырехлистный клевер, когда я не ищу, говорят к удаче. А вопрос, и тут уже пошел вопрос к гостям. Поэтому, друзья, самое время прямо сейчас, конечно же, узнать, кто же войдет в эту студию. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у девятой студии основательницы природного парка Анна Батухтина. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. Анна уже в нашей студии. Доброго вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение у вас? Отличное настроение. А с чем связано отличное настроение? А с тем, что сегодня первый прямой эфир в моей жизни, и, конечно, это исторический момент для меня. Это настоящее чудо. Первый юнчий. Друзья, это здорово. Мне так радостно, когда новые гости приходят и говорят, для меня это действительно потрясающе радостное настроение. Ну что, Анна, у нас сегодня день ожидания и чуда. Такой вот праздник. У вас какие чудеса случались, помимо того, что вы сегодня здесь с нами? Да, я когда готовилась, думаю, что же такого случалось? Так вот, раз я такая лошадница и веду конные походы, однажды на конной тропе в ста метрах буквально от меня и моей группы на дорогу вышел медведь. Поздороваться с нами, это жесть. Ну раз вы здесь, произошло чудо, медведь ушел. Ну, видимо, да. Вот это да, но все в порядке, все замечательно, это самое главное. Хорошо, у нас сейчас есть еще один звоночек, давайте все-таки его примем. Давайте. А, сорвался, но ничего страшного. Значит, мы будем сегодня продолжать общаться с Анной. Кстати, вы можете задать абсолютно любой вопрос в группе ВКонтакте Девятка ТВ Айкиров. Анна, ну расскажите, как так получилось, что у вас действительно есть заповедник, и вы... Парк. Парк, да, все верно, заповедный парк. Да, но он не входит у меня в разряд особо охраняемых природных территорий, это мы для себя такое название придумали. Хотя в трех километрах действительно находится заказник государственный Пижемский, и поэтому-то я в это направление и приехала. Ну, вообще, все мы родом из детства. Я выросла в большой многодетной крестьянской семье, где до сих пор родители держат животных, традиционно деревенских, крестьянских. Ну и, конечно, есть еще дикие, это пятнистые олени, муфлоны, да, и, естественно, лошади. Сейчас уже непривычно видеть их в деревне. Так вот, когда я закончила учиться, получила высшее образование, то встал вопрос о моей самореализации, и родители предложили мне начать семейное дело на базе их личного подсобного хозяйства. Мы решили, что это будет в сфере экотуризма. А туризм у нас, и самое посещаемое место в регионе, на наш взгляд, это, конечно, река Нинда и тот заказник, о котором я говорила. В 2016 году переехала в деревню со всем этим хозяйством. Круто же. Да. Здорово. Не могу пока. Слушайте, друзья, у нас вроде бы дозвонился человек, давайте все-таки пообщаемся с ним. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здрасте, как тебя зовут? Семен. Семен. Расскажи, пожалуйста, Семен, случались ли у тебя в жизни чудеса? Нет. Нет? А веришь ли ты в чудеса? Да. А дед Мороз к тебе приходит? Да. А это не чудо разве? Да. Ну вот, значит, случались у тебя чудеса, Семен. Скажи, пожалуйста, о чем мечтаешь, Семен? Какое чудо должно случиться? Ну, я мечтаю, чтобы в школе я получала всегда одни пятерки. О-о-о. Ну, эта мечта, Семен, быстро сбудется, если ты будешь хорошо учиться. Угу. Это точно. Семен, подскажи, пожалуйста, есть ли кому-то приветики, поздравления передать? Да. Давай, передавай. Я передаю своему папе привет, он сейчас на работе. Пусть приходит поскорее обратно, да, домой с работы? Да. Хорошо. А еще кому-то будут приветы? Ну, пока что никому. А кого-нибудь с 8 марта с наступающим хочешь поздравить? Ну, буду маму поздравлять скоро. Молодец. Да, правильно. Я думаю, что перед 8 марта как раз отправитесь вместе с мамой на сказку «История трех поросят» в кукольный театр. Мы дарим тебе, Семен, вот эти билетики. Скажи родителям, что ты выиграл сегодня билетики на вечерней вятке. Пусть они зайдут к нам в группу, там объяснят, как забрать. Да. Ты рад? Да. Давай, кричи. Победный крик. Ура! Победный крик. Ура! Все, молодец. Спасибо, что позвонил. Большой, хорошего вечера. Мы продолжаем с Анной, потому что действительно сегодня просто потрясающая тема. И расскажите, пожалуйста, немножко, а чем он уникален? Для чего туда люди должны обязательно приехать? Ну, помимо того, что у нас очень богатая природа на памятнике природы, конечно, это общение с животными и единение, опять же, с тишиной, с нашей любимой рекой Немдой для перезагрузки от городской суеты, от каких-то стрессов, которые мы постоянно испытываем. И, конечно, люди начали приезжать постепенно, да, уже пять сезонов я провела, и появились постоянные клиенты для того, чтобы как раз погрузиться в эту уникальную атмосферу. И у нас, конечно, дело в лошадях в основном. То есть это конные прогулки по парку, да? А большой ли парк? Давайте мы будем сейчас прямо говорить про заказник даже, потому что сейчас дело в заказнике. Заказник огромный. Там есть где разгуляться? Там есть где разгуляться, да. То есть люди могут приехать на лошадках, пообщаться с ними правильно и покататься, да? Покататься, а также поучаствовать в комбинированных конно-водных турах. А это что такое? Ну вот в основном я этими занимаюсь, да. Значит, один день у нас конный, далее мы ночуем в палатках, кушаем на костре, проводим экскурсии различные, да, по скалам нашим. И на следующий день мы сплавляемся. Такой стандартный тур. Сплав 10 километров, даже есть несколько перекатов. И приходим мы в двухдневном в этом туре к самой, наверное, красивой точке Немды. Это скальный массив Камень, где с высоты птичьего полета можно увидеть долину реки вверх и вниз по течению. И там же, да, можно попробовать себя в скалолазании. Да, люди это видят, говорят, что это чудо. Дух захватывает, сердце замирает, иногда теряется даже дар речи. Безусловно. У нас, кстати, есть небольшое атмосферное видео, я думаю, что можно его посмотреть. С новостями. Вы потом прокомментируйте, что же это такое было. Дух захватывает, что же это такое было. Ребята, вот такая вот красота, мы сейчас смотрели, Дух захватывает. Расскажите, что это такое. Это сейчас снято, да, где-то зимой? Да, это было снято пару недель. Как раз вот такая красота сейчас на Немде. Это самая ближайшая и доступная точка, пожалуй, в заказнике. Бересняцкий ботанико-геологический комплекс. Наиболее популярные там объекты, известные и заслуживающие внимания каждого, мы говорим, школьника Кировской области. Это, безусловно, Бересняцкий водопад. Наша гордость 25-метровый, трехкаскадный. И здесь его было видно на видео. Еще там есть Буржатский утес. Тоже очень интересная история была у этого объекта. Вплоть до того, что это одно из первых поселений на территории нашего региона. Ух ты! Да. Поэтому, конечно, обязательно там побывать. Так что не только летом. Даже если вы, например, уже приезжали туда, то зимой или весной вот самое время, мне кажется, посетить тоже. Увидеть все красоты. Ну что, я предлагаю почитать немножко вопросов. Вопросы, кстати, есть. Вам есть, не зритилизуют вопросы, выбираете лучшие. Кстати, есть подарок специальный, да? Да. Скажите о нем. Я принесла с собой подарочный сертификат. Как раз для любителей активного отдыха и лошадок. Это небольшой конный тур на три часа. Ух ты! Ничего себе небольшой. Верхом по Адской Швейцарии. Адская Швейцария вас ждет, ребят. Это супер подарок, поэтому давайте будем биться, вопросы задавать. А так как вы являетесь поклонницей лошадей, скажите, правда ли, что для них самое лучшее лакомство – это морковь? А еще чем их можно баловать? Спрашивает Максим Хакимов. Классный вопрос. Я поклонница лошадей действительно, но у меня они в табунном содержании. Я хочу говорить о своих лошадях, потому что я их большая поклонница. Табунное содержание – это когда лошади круглый год живут под открытым небом. И раньше, когда мы не занимались туризмом, люди с ними не общались. А значит, не угощали. И мои лошади, большинство не знает, ни морковь, ни сахар, ни яблоки. Для лошадей, и, кстати, для любой лошади будет хлеб с солью. О, так что съест каждая. Берите с собой вот это лакомство. Хорошо. Вот такое еще, во-первых, спрашивают. Чудо из чудес. Я встретила свою первую любовь и вышла замуж. Татьяна Воскресенская. В 2020 году мы очень счастливы. Мы счастливы за вас. Как зовут вашего любимого коня? Чем он вас привлек, спрашивает Наталья Савиных. Мой любимый конь – это моя молодая кобыла. Ее зовут Выдумка. Интересно, что она на самом деле поместная. Ее мама – это вятская порода лошадей. Кстати, наша гордость. И такие представители у нас есть. А папа – арабский скакун. Представляете, какая там гремучая смесь. Она красотка. У нее очень интересная масть получилась. Таких мастей нет у вяток. И характер у нее, конечно, не совсем вятный. Папин, мамин. Папин. Арабский, на самом деле. Арабская дочь. Живет у Анны. Скажите, при длительных прогулках на лошадях, чем вы их поите? Им же нужно чистой воды. София Романова спрашивает. Действительно, нужно чистой воды. Если есть родники, мы поим на родниках. Но не сразу после нагрузок, потому что лошади должны отдохнуть, их мышцы должны остыть. А после этого родников у нас очень много. Родников на Нимде великое множество. Кстати, на них растут такие буйные заросли дикой мяты, что на лошади проходишь, она брюхом задевает это все в лицо. Конечно, это просто блаженство. Сразу хочется чай заварить. Да, действительно, ароматы классные. Ну что, я предлагаю прямо сейчас тоже немножечко перенестись в такую атмосферу праздника. У нас есть топ-5 новых клипов. Посмотрите, что вышло на этой неделе. А сразу после мы продолжим наш разговор. Вы смотрите топ-5 клипов по версии шоу «Девятая студия». Готовы послушать хорошую музыку? Тогда полетели. Участница небезызвестного Dream Team House Аня Покров записала душевный трек «Последний предатель». Начало ли это большой сольной карьеры? Возможно. В треке исполнительница поделилась своими душевными переживаниями. Давайте послушаем. И я плачу, 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 плачу. Я плачу, плачу, уходишь, желаю удачи Значит, ты мой последний предатель Ничего не понятно, но очень интересно Именно так можно описать новый трек Элджея Вандеркинг Стильно, свежо Музыку, кстати говоря, написал Слава Мерлоу Егор Крит и его голос уверенной походкой заходят во все топ-чарты страны Как утверждает сам Егор, его задачей является покорение Запада Но тогда, Егор, пора уже начинать Крит, голос, слушаем Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили отличную композицию с дерзким клипом Певицы уже давно всем все доказали Остается только удержаться на вершине хит-парадов Пока девчонки с этим справляются Евгений Иршов и Роман Каграманов Рассказали реальную историю любви Без прикрас и наигранности Они знают, о чем поют Ведь кадры этого клипа – часть биографии А не просто созданная картинка Ершов, Каграманов, заплетай Это были топ-5 клипов по версии шоу «Девятое студия» Слушайте хорошую музыку и всем отличного вечера Друзья, у нас сегодня в гостях Анна Сегодня мы говорим и про чудеса И про замечательную природу И, друзья, и про лошадей В общем, сегодня у нас такой очень душевный эфир Есть вопросы и есть ваши комментарии Мария Манина, например, для нас мужем Чудо было рождение нашего любимого сыночка Ангелочка Есть фотография, есть замечательное посвященное стихотворение А вот вопрос от Сони Кузиной У вас на Масленицу ожидается мероприятие? Скажите, чем будете удивлять? Какие будут развлечения? Конечно, мероприятия у нас намечаются Для нас Масленица – это вообще традиционно Потому что, ну какая Масленица без катания на санях Под звон колокольчиков Мы будем кататься по деревне, естественно Будут забавы, будут игры Будем пить чай из самовара, сжигать чучело А также будет сюрприз, показательное выступление от клуба единоборств Ох, как! Обычно мы проводим всегда, да, так по-семейному, по-домашнему это мероприятие Поэтому приезжают обычно те, кто живут в Советске, в блистежащих деревнях Те, кто на туры, ко мне не приезжают А могут люди просто взять из Кирова и приехать? Да, конечно У вас начало будет в 11 часов и вход будет свободный Поэтому добро пожаловать Ребят, мне кажется, что вы должны почувствовать Начало сказали, к этому времени каждый день Во время Масленицы можете приезжать Я так понимаю, что да Воскресенье, когда будет сама вот Масленица Это самое важное Ну что, чудеса, не надрябенно Чудеса, надеюсь, еще будут И жду их, вот так Спрашиваю также, смогли бы вы жить Какое-то время в лесу при потере Маршрута Дарья Смирнова Вот такой вопрос Я бы смогла То есть вы можете ориентироваться абсолютно, да? И жить в природе? Я, по крайней мере, этого не боюсь И я абсолютно неприхотливый человек И, наверное, вы там уже каждый уголок, каждую травинку знаете Я слилась с природой, да Меня не кусают мошкара, комары Я не жалюсь борщевиком, да? Вы не жалитесь борщевиком? Чудо-женщина Срочно ДНК возьмите у нее У нас в гостях чудо-женщина, знаете ли? Вот о ком надо фильмы снимать, ребята Не жаленая борщевика Смотрите Наталья Савинных спрашивает Здравствуйте На фото вы прям дама-воительница Я же говорю, чудо-женщина А на самом деле, милая девушка В прошлом году собирались к вам на праздник Ивану Купалу, но не получилось Надеюсь, в этом году доехать до вас Ивану Купалу будет? Обязательно приезжайте Мы уже обозначили дату Это 19 июня, суббота Поэтому будем прыгать через костер Пускать венки И по традиции наших предков, конечно, веселиться Но сначала на Масленицу, ребята Вход на Ивана Купала Только после того, как пройдет Масленица Вот прямо сейчас спрашивают Если перед вами появился волшебник Предложил исполнить любое желание Что бы вы загадали? Достроить базу О, вот это да Много еще осталось Много Так, волшебники из администрации Кировской области Может предприниматели какие-то Предприниматели, волшебники, да Из бизнеса Кировской области Помогайте Так, дальше у нас вопрос Скажите, пожалуйста, если у вас змеи в сезон посещений Змеи, конечно, есть Как раз это сезон посещения Но хочу сказать, что там, где мы работаем Особенно мы работаем с лошадками Крупными копытными животными Змей нет, потому что они боятся таких зверей И лошади прогнали То есть я могу спокойно приехать? Потому что я змей боюсь вообще Но это только там, где я работаю с лошадьми За остальные места я не отвечаю Хорошо Ох, спрашивают еще Анна, если бы была возможность, то какой породы хотели лошадь в вашу конюшню? Фриза хочется, красавца Так, дальше Анна, северное сияние видели? Есть ли оно? Кстати, я недавно слышала, что было у нас в Кировской области Вот я тоже слышала, но мне было так некогда И я не посмотрела Хорошо Анна, с целью сохранения какого животного был организован Баргузинский заповедник? Андрей Бирюков спрашивает вопросы Это такая проверочка на прочность Да, видимо так Затрудняюсь ответить Так, ну хорошо Много же животных в таком году Всех защищают Всех надо защищать было Анна, большое счастье, когда у вас любимая работа и прекрасная лошадь Одни из самых умных животных Успехов вам желает Марина Погодина Ну и еще спрашивают, приезжает ли молодежь Руслан Дышаков? Ну конечно приезжает Хотя обычно это семьи с детьми Но сейчас все больше у меня приезжает и ровесников В том числе Кстати, здесь больше драйва гораздо, да? В этих группах Но еще я приглашаю к себе волонтеров Чтобы помогать мне работать в этих же турах И кататься на лошадках в свободное время А это как раз молодежь Так здорово В общем можно, друзья, вот так вот попасть Зачем? Я так понимаю, что бесплатно, да? Заработать Зачем ехать в Великобританию на клубнику? Когда можно Когда есть лошади здесь А Татьяна Набиева Я рада очень вас сейчас слышать Спасибо Вот так, друзья, уже есть те, кто там побывал И видите, они такие счастливые Ну а прямо сейчас у нас будет для вас рецепт Поэтому записывайте его Готовьте сегодня вкусный ужин для своих любимых Сразу после вернемся, будем подводить итоги Всем здравствуйте Меня зовут Мария Казакова И сегодня мы с вами приготовим салат с микрозеленью и курицей Для салата нам потребуется Очень популярная на сегодняшний день микрозелень Листья салата Огурец Консервированные грибы Маслины И курица Первым делом нарежем листья салата Также добавляем микрозелень Консервированные шампиньоны Нарезаем маслины Теперь нарежем огурец Также добавляем в наш салатник отварное филе курицы Заправляем салат оливковым маслом И добавляем соль и перец по вкусу Перемешаем ингредиенты И салат готов Вот такой сытный и полезный салат у нас получился Приятного аппетита Знаете, почему мы улыбаемся? Мы прочитали ваши вопросы И очень многие нас просто умиляют сегодня Чудо из чудес Да-да-да Виталий Савиных спрашивает Если моя попа не привыкла к спине скакуна Как она себя будет чувствовать после трехчасовой экскурсии? Ну, если вы совсем новичок То, конечно, это сложно Новичкам я рекомендую два часа Но мы, естественно, не скачем сразу же рысью Мы начинаем шагом Наслаждаемся природой Где-то отдыхаем И, в принципе, за этим делом время проходит достаточно быстро Я поэтому не рекомендую час Потому что его недостаточно И за час не происходит единение с лошадью в одно целое И невозможно что-то понять Вот Обжиться, мы говорим, в седле Но за три часа с отдыхом Например, полчасовым Вполне нормально Терпимо Ребят, ну вы же все ездили в маршрутке до Авятских полян В целом ничего не меняется Это совсем другое Ну, Максим, сравнить уже маршрутку Вот Татьяна Набиева, которая уже была в заповеднике То есть в парке, да, ездила на лошадях Она пишет, честно, неплохо Так что вот, есть реальные отзывы Вот так вот Тут еще спрашивают ребята личные вопросы Я думаю, что потом все лично Анна ответит Сейчас самое время Это не то шоу Не для таких вопросов Давайте, пожалуйста Ну что, друзья, будем подводить итоги Давай, Гузеева У нас есть классный сертификат На прогулку на лошадях Вятская Швейцария За какой вопрос мы подарим? Мы подарим его за вопрос про вкуснятина для лошадок Так что, друзья, это не морковь Везите обязательно хлеб с солью Это Максим Хакимов Ну и еще, друзья, мы решили подарить девушке Которая уже была у Анны Целый, друзья, подарочный пакет сладостей Татьяны Набиева Это для вас Для того, чтобы все остальных поддерживали И собирали новую группу Для того, чтобы приехать и на Масленицу И на Ивана Купалу Ну что, Анна, спасибо вам огромное Спасибо вам Мы желаем вам удачи Чтоб огромное количество людей приехали Увидели Почувствовали Чтобы все животные были здоровы Это чудо Главное самое Ну и, конечно же, достроить базу Чтоб все получилось Все планы Пусть обязательно исполнятся Друзья, сегодня вечером После девятой студии Вы обязательно увидите в 19.30 премьеру Это давай оденемся Ну а с вами сегодня были мы Максим Кропотов И Алена Милина Всем хорошего вечера Увидимся завтра Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok